Как вообще образуется игра? Вот этот момент образования тонкий. Первое. Я выделяет не я. Не я – это Бог, не я – это дьявол. А я была целостным и большим. И я остается пустым. Оно остается наблюдателем. Оно остается никем, но оно при этом наблюдает. Теперь смотри. Вот этот механизм наблюдения. Это делает дьявол, это сатана, а это делает Бога. Дьяволу отдал всю любовь, и дьявол кусочек выделил Богу. Говорит, на кусочек, попользуйся. Смотри, какое дело. Получается, вот я, момент выделения не я. Вот это не я, который Бог, который в тело пошел. Этот кусочек с любовью, с сердечком с этим. Вот этот Бог, он заленился. Если бы он все время жил и кайфовал в раю, была бы одна тема, но он заленился. Лень. Он начал оправдывать это ложью. Откуда взялась лень? Как она может появиться? Вот не просто так она появилась. А на самом деле механизм здесь самый-самый простой. Вот этот Бог, он тоже выделяет из себя персонажей. Тоже Бог и дьявол, он же тоже делится. Дальше по подобию делится. И вот момент, когда он делится, вот он выделяет из себя Бога, он тоже выделяет не я. И он выделяет дьявола, и он тоже выделяет не я. И получается, момент выделения, он может стоять к себе спиной, а может стоять к себе лицом. Так вот, когда он стоит к себе лицом, он сам себя предает Когда он стоит к себе спиной, он предает того, кого он видит в отражении То есть, по сути дела, в основе игры лежит травма предательства Самого себя фактического или самого себя отраженного Но все равно это травма предательства И при этом, вот этот, кого мы уже назвали, Бог Вот этот Бог в теле человека Он получается, когда он предал себя, уже разделился В это время у него включается лень и ложь Лень ему дает возможность не делать что-то И при этом он становится пустым Он же выделил, предательство пошло, он выделил И эта пустота дает ему возможность Не делать, наблюдать А потом в нем включается жадность Я тоже хочу это иметь Я тоже хочу так жить Я тоже хочу так играть Я хочу такой же внутренний мир Вот этот мир, который нас окружает Вот дом, декорации Они же у каждого свои А он хочет, а я хочу, как у него Вот она зависть, вот она жадность И вот она, та движущая сила Которая начинает соединять в игру, в единую Богов, которые выделены в тело И при этом идет осознание тогда позиции наблюдения В наблюдении вроде как по уровню сознания Должно быть более высокого порядка Но оно должно быть целостным А когда ты переходишь на эту ступеньку Она пуста И тебе надо собрать следующий уровень То есть, а ты туда не можешь перейти Пока ты этот уровень не собрал в целостность Но когда ты этот уровень в целостность собрал Ты можешь перейти на следующий уровень игры Но тогда тебе там снова надо будет целостный собирать И понимаешь, я когда смотрю на эту игрушку Я просто офигеваю Во-первых, от ее масштаба Во-вторых, от ее красоты и ее невероятности Ведь все равно это ты И это сознание единого В тебе даже вот в этой вот маленькой клеточке есть Не то, что вот в этом теле Не то, что в земном шаре Причем в этой маленькой клеточке единое сознание Целое все вот это единое сознание Грубо говоря, мое сознание Мое, да, именно мое сознание В каждой клетке моего тела Именно вот это все Все мое вот это сознание большое Оно в каждой клетке вот так И при этом каждый человек Это единое сознание Но оно себя не осознает едино Потому что оно развернуто И придает себя Оно не собралось в целостность Блин, и этот Вот мы сейчас проговариваем Ну сколько мы до этого? Мы до этого три года шли Но мы это смогли осознать И прописать цепочку осознаний Потому что когда ты попадаешь К великому гуру И великий гуру тебе может нарисовать За три минуты эту схему Ум берет А осознание не случается И ты целостно не становишься Потому что тебе недоступны Эти состояния сознания Они просто тебе недоступны Пока ты это не проживешь И что происходит? Происходит обесценивание Происходит обесценивание И распыление Вот это то, о чем Иисус говорил Не мечите без него Да 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 Происходит обесценивание А это значит распыление И тогда начинают расти уникальности Я такой уникальный Я вот вырвал кусок откуда-то Я уникальный Вот так, смотри Так создана была и магия Да, вырванный кусок Вырванный кусок И причем сворованный Вполне Именно Да И на этом у меня это есть Я не понимаю Но я вижу Как это делать Я как обезьяна повторю ритуал Да Да-да-да И при этом я уникальный Ты не обладаешь этим А я уникальный И вот эта уникальность Она съедает очень многих людей На самом деле прикрывая ложь Ложь прикрывает И вообще, ты знаешь Я когда начинаю доходить Как магия и религия Приходила к обрядам Да Я понимаю, что Были люди Которые осознавали И делали нечто Но все равно надо было совершить Какое-то действие Движение Сходить Пропеть Еще что-то Как-то донести до человека Чтобы он понял Образ какой-то Прорисовать Что делали люди Которые не догоняли Они пытались скопировать То есть Ум Так я же говорю Скопировали Да Уникальный Он просто Он просто копировал 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 И в какой-то момент Он начал Своими фантазиями Я скопировал Я скопировал Вот этот ритуал Хотя это не был ритуал Это кому-то пытались Объяснить таким образом Я пытался Вот Потом еще пытался Потом И навернул И на выходе Знаешь, как испорченный телефон На выходе мы видим Клоунаду С зеркалами С этими вот С Блестяшками Разряженные Ну Театр теней Блин Что магия Что религия Везде одинаково А на самом деле Вот если книги-то почитать В книгах-то Не всю суть убрали А в книгах есть суть В Коране есть суть И в Библии есть суть А смотри А суть невозможно Переврать Окончательно Да То есть Ее можно замутить То есть Спрятать в мути Да Но ее невозможно В воде грязной Да Но вот Как вода Она остается же водой Вот Ну а муть Убрав надо муть Профильтровать Да И вода Вот так и суть Поэтому Суть есть В религии В религии Чистая Да суть Есть она Но она Настолько замучена Уже Замучена Такое слово Что уже Вот просто На религии И молятся мученикам Да Кого замутили Да Где намутили Но у человека Очень много Страхов Чтобы увидеть Это все У него Очень много Страхов А страхи Возникают Из-за выноса Ответственности Из себя И они пропитываются Из поколения В поколение И все Изо дня В день И укрепляются Все И человек Совсем слабый Становится Ты знаешь Страхи Да И страхи Я вообще Парадокса Удивляюсь Люди Вот Сейчас уже Нету такого Общения Раньше еще Было общение С людьми И когда общаешься У человека Страх возникает А вдруг Ты занимаешься Магией И понимаешь И при этом Все ходят Яйца красят И делают Вот эти ритуалы И не осознают Что они делают Что творят А понимаешь А когда Мы же учим Человека Повернуться к себе Идти к себе Да Быть искренним Чистым А видишь А когда человек Видит искренность Он ее боится Боится И он сразу же Ну а почему боится Потому что видит себя Видишь сразу А вдруг ты что-то сделаешь Да Почему Потому что он бы мог Потому что он Да Вот оно Да Я что-то хотела сказать Еще про то Что вот Ну где-то читаешь Где-то смотришь Бываешь отрывочки Ну людей Которые увлекаются Какими-то практиками Да Даже по-моему Сегодня Кого-то Я не помню Кого слушала Мне очень Женщина была приятна Вот сегодня По-моему Была приятно Потому что вижу Что человек действительно Такой Знаешь Искренний человек Открытый И вроде бы говорит Слушаешь ее И понимаешь Да Хорошие вещи Говорит Но блин Каждый раз Вынос ответственности У нее есть кто-то Есть Высшие силы Там есть что-то И все Вот как только Это слышишь Понимаешь Человек Человек Неосознанно Запутывает себя Вроде бы Вот он Вот Вот сейчас 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 Всплывет Сейчас Сейчас Вынос ответственности И все И сразу Видишь Слабость И вот Я часто Стала Сейчас Встречать Людей Кстати Которые Вроде бы Да Направлений Столько Направлений Они вроде Идут Так Хорошо Идут Ну вот Маленькая Маленькая Возьмите Ответственность За все Нет Нету этого И Всячески Отвергается Смотри А почему Отвергается Почему Не берет Соответственность Ты знаешь Я сейчас Скажу Банальную Штуку Грубую Штуку Но это Факт Потому что Нет Человек Устраивает Игру То есть Вот этот Вынос Соответственности На высшие силы Уникальность Уникальность Вот эта игра Пошла Для чего Для того Чтобы создать Дистанцию И эту дистанцию Ты будешь проходить Обучая Изучая И так далее А это для чего Это деньги Игра Деньги Это банальная Игра в деньги И вот я про что И говорю Про уникальность Это создание Уникальности Для того Чтобы У тебя этого нет А у меня это есть Привлечь клиента Тогда же Вот смотри Сколько сейчас В инстаграме На ютубе Людей Которые Ну откровенно Нашими словами Начинают говорить Вырывают кусок И начинают Рекламировать Какое-то свое Новое направление Даже же появились Курсы по искренности Курсы по счастью Да Если посмотреть Такого никогда не было Не было А тут вдруг Резко они появились И ты смотришь На это дело Но опять-таки Вырвано из контекста Это знаешь Не взята суть Вот суть не взята Потому что А взята именно Что-то интересное Что-то новое Да Взято вот так И так хлоп А сути нет И тогда бы человек Искал то Что ему интересно А интересно Пришло бы целостным Новым продуктом В ресторане Как я говорила В предыдущем подкасте Вот Если ты уже ел Вкусную пищу В ресторане Если ты уже Ее переварил И извините Сходил в туалет То уже не смотри На свой продукт Жизнедеятельности Как на что-то Очень вкусное Найди новый ресторан И закажи Новый продукт И тогда у тебя Будет новое Вкуснятина Но это тогда Постоянное движение Вперед И тогда ты будешь Двигаться не спиной Вперед А лицом И тогда ты откроешься Будущему И ты скажешь Будущее Я счастлив Я свет Я бесконечен Я бескрайен Я создаю свет Я создаю счастье И тогда тебе нужны Будут техники создания Только при этом Условии создания Работает Потому что когда ты Смотришь лицом В свои экскременты И пытаешься Там что-то создать Извини Ты уже не воссоздашь То, что ты съел Ну никак не воссоздашь Сколько бы ты на это Не молился Но именно сюда Смотрят люди Когда они цепляются За свой опыт И за деньги Именно деньги Им позволяют Сидеть Нюхать И пытаться Из этого Еще что-то слепить И кстати И на этом Построена наука Вот это Это Василия Петровича А это Светлана Николаевна А это Мария Петровна Давайте соединим И здесь Откроем Салатик Новый Кто сказал Вот эту фразу Кто написал Эту книгу Как фамилия Акцент Да А ты не из себя Достал Ты не прожил Мало того Ты не прожил Ты не из себя Достал Так еще Ты вообще Суть Того Что ты Читаешь Или ты То что Видишь Или Ты Суть Словил Тебе сказали Так надо И даже Инфодайм Человек Читая наши книги Он же будет Иметь Свои Озарения И свои Осознания Конечно Свои Не наши Именно свои Потому что наши Для него уже будет Браться пониманием Конечно Но эти книги Открывают возможность Озарением И осознанием Управляемое Озарение Управляемое Осознание Да И когда мы Горим Об управляемых Озарениях Ознаниях Мы говорим О другой Науке Вообще Другой И о другом Обществе Совершенно И о другом Техническом Складе О других Бизнесах Все о другом Вот смотри Даже по бизнесу Когда Вот человек Занимаясь Инфодайингом Да Ведь ты смотришь На человека И ты четко Знаешь Врет он Не врет Где он врет В чем он Конечно Вообще Это дело Пойдет Не пойдет Имеет Смысл Не имеет То есть Все вопросы Они просто Вот есть И они элементарные И мы даже Вот сейчас На этих На наших стримах Тренируемся На людях Отвечаем на вопросы Кстати Очень прикольно Я потом Перечитала чат Не перечитала Пересмотрела чат Там Кому там Девушки отвечали Были Она тут же отбивала Нет Это не про меня Вот здесь Да А вот про деньги Это не про меня Про тебя Дорогая Ты просто Слышать не хочешь Конечно Да Вот это Отбивание Человеком Когда он Пройдут годы И до него дойдет Блин Тебе об этом говорили Еще тогда Просто У тебя В ушах Задучки Просто ты сразу Отбиваешь Сразу отбиваешь Не хочешь меняться Это я Это не я Это я Я к Богу Но я не к сатане Это вот об этом Да 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 Вот И когда Вот на эти все Штуки смотришь Уже Понимаешь Что А как бизнес Строить с человеком Когда себя два бизнесмена И оба друг друга видят Вот Ты будешь его жать Ты будешь его обманывать Что будешь делать Нет Разум А выгодно ли нам Обоим Или не выгодно нам Обоим И тогда закон Парадокса Вин-вин Либо обоим выгодно Либо обоим не выгодно Все как в подсознании Не так как сейчас Перекошено Мне выгодно Тебе не выгодно Я тебя запрессую И вот эти вот Качели бизнеса Да И переговоры Почему сложные Потому что каждый Пытается выжить максимум Нет Каждый заботится о другом Тебе тоже должно быть выгодно Угу Тут даже не Заботиться о другом Тут знаешь Оно выстраивается настолько Если окунаешься Вот в эту искренность Да То оно Оно выстраивается настолько Самой Гармонично Гармонично Что Оно есть Становится Естественным Когда Ты занимаешься Своим делом Рядом человек Занимается Тоже своим Ну то есть Своё Своё дело Или на своём месте Да И вот вы идёте В этом потоке И вдруг Ты видишь Вот ты чувствуешь Там да Человек начинает Отставать Ты в этот момент Обратил внимание И подмох ему Да И снова идёшь И это естественно Это не то Что вот идёшь Отстаёт Да Ну ну давай Отставай дальше Это хорошо Да А я вперёд побегу Нет А ну вот оно идёт И поэтому сознание Всегда течёт Интерес Поток интереса Он валит Одним потоком Точно так же Как сознание Одно Точно так же Поток Один Интереса Он один Он валит Вот как я говорю Пусть это другая Клеточка Это другая Да Но это Это в гармонии Находится Это один поток Как только Одна из клеточек Так раз Развернулась Всё Это уходит От неё А она уже В жадности своей Или в чём-то там Зависла И она уже И в последний вагон И потом Пум Из вагона Это знаешь Я вот только Сейчас Зависла Задумалась Ехала сюда И как раз Риэлтор звонила Мы ездили Смотрели дом И там Интересно Дом построен Он стоит На берегу реки И рядом с ним Ещё один И когда строили Строили два друга Два друга Делали Всё Старались И они Были уверены Что у них будет Один проезд Либо другой проезд Они потом построят Отдельно Засыплю товар Но случилось так Что Между ними Что-то произошло Потом один умер Там сменился Хозяин И в общем Получилось Два дома Отдельно стоящих И сегодня Один продаётся Но к тому дому Нету проезда И идут суды И смотри Какая тема Когда они дружили И знали И строили У них было Единое целое Пространство И не нужна была Дополнительная дорога Ничего не надо было И всё было в гармонии Вин-вин Выигрывали оба Было два дома Строящихся В гармонии В гармонии И в тот момент Когда Пробежало Кошка С собакой Вмешался Лего Или ум Вмешался Или эго Или ум Произошёл разворот Да И на сегодняшний день Вот оно Оба проиграли Этот не может продать А даже если продаст Тот кто купит Он покупает Головную боль Судов С другим Нафиг ему надо И разделение там Участков И так далее То есть Получается В жизни И в бизнесе Оно точно так же Подсознание Никто не отменял Это люди думают Что они выигрывают А на самом деле Всё равно будут Либо выиграли оба Либо проиграли оба И по-другому не будет Подсознание Протранслирует Это на реальность А в реальности Люди исходят Из того Что они выиграли А на самом деле Если проиграл второй То и ты проиграл Если выиграл второй То и ты выиграл И поэтому В войне нет победителей Никогда Либо оба победили Либо оба проиграли И вы победили Когда вы договорились И не дали разрушить И вы проиграли Если вы разрушили И не договорились Да Всё И по-хорошему И Честь отдавать И судить Надо обе стороны Всегда Ровненько Это Это по закону парадокса Просто если смотреть По психике То да Либо пан Либо пропал Как говорили И соответственно Надо научиться Видеть вот это Парно А парно Это парадоксальное восприятие Видишь как Получается Когда ты в парадоксальном восприятии Ты это видишь И сразу человеку говоришь Вот смотри Ты бизнес начинаешь Ты начинаешь как Вот-вот-вот Значит у тебя будет Вот-вот-вот Вот здесь у тебя косяк Либо ты убираешь сейчас Либо не делай то Потому что ты деньги потеряешь Ну вот как вчера Мы объясняли человеку А вот А здесь В жизни все точно так же Абсолютно точно так же И вот ты говорила И смотри Выплыла Вот точно так же Допустим Возьму два боксера Борются Да Или там два борца Борются Это же игра Игра на самом деле И вот Значит Один Победил Второй Непобежденный Да Что из этого Что Вот что во благо Для чего Как вот Как во благо Это идет Значит Одному Тот который победил Он понимает Что Он добился Чего-то Да Который не победил Говорит о чем Что у него Есть Появля У него Если он Осознает это Ну как это В интересе Валя То у него Есть стимул Дальше Развиваться так Чтобы тоже Быть сильнее Да То есть Движение Движение Ну да Благодарность Есть Тогда нету Войны Нету Конкуренции Это когда Вообще Нет конкуренции А сама игра Интересна Сам процесс Интересен То есть И ты развиваешься Движешься Да Да Как в спорте Там сам процесс А ведь можно Так Я победил Я победил А ты Это Побежденный Фу Там да Ты проиграл Да И самоутверждаться А тот тоже Поникнет Может поникнуть Или Злость возникает Вот прям По образу и подобию Ложатся все Абсолютно картинки Один в один В этом мире Я к чему Я к тому Что празднование Победы Да Великий праздник Да Молодцы Действительно Молодцы Но надо Осознавать Благодарность А не чествовать Мы такие Молодцы А вы Нет Понимаешь Все Благодарность Должна быть Всегда благодарность И поэтому Будет продолжаться Игра И она будет Игра В злость В агрессию Развиваться будет Если нет Благодарности То есть Когда раздувается Эго Рушится Платформа Да Совершенно верно Все что касается Эго Это об этом Угу Все благодарность И я каждый раз Опять вот сейчас Про учителей Насколько важно Учителя Любые В школе Или в саду Или в школе Или в университетах Насколько важно Быть на равных Всегда осознавать А не считать Что я выше ученика Все идет протест Сразу От учеников Идет агрессия И злость Вот смотри Человек воспринимает мир Либо хорошо Либо плохо Все хотят быть хорошими Все хотят быть богами Не хотят быть сатаной Да Вот они Вот они Они стоят Либо справа Либо слева Они не стоят На двух ногах Они все время Стоят на одной А теперь смотри С объективного восприятия Ты привыкла с детства Что Бог где-то Его в тебе нет Религиозные догмы Обряды Пасхи Все вот эти праздники Ты ведь Загружаешь ребенка Уже сразу Вот он родился Ты не загрузишь Да к детскому саду Загрузят Понимаешь То есть В любом случае Он с этим сталкивается То есть Пошел вынос Бога Ребенок скопировал информацию Что Бога в человеке нет Все Уже следующий этап Разделения пошел И вот Теперь представь Человеку Который Видит нас Да Вот тупо Он видит нас И даже Просто на копировании Да На конкуренции Как бизнесы возникают Вот Киоск поставил Этот продает хорошо Значит я еще Киоск поставлю Рядом еще Поставят рядом еще И все будем продавать Один товар Потому что он Когда-то хорошо зарабатывал В 90-е Это очень наглядно было Видно возле дорог Когда проезжал по трассе И вот все Мартышки на копирование Я называл Вот Как только новая Мартышка появилась Все Это скопировано Это просто Как дети размножаются Да Загружаются информацией Методом копирования Да И размножаются тоже Так вот Когда Вот это осознаешь Копирование Осознаешь Что Человек Вот так воспринимает Информацию Возникает Вопрос А как человеку С этого восприятия Мартышкиного Объективного Ну Мартышкиного Методом копирования Да Давайте все назвать Честно Своими именами Как с Мартышкиного Объективного Восприятия Перейти в субъективное Где ты бог Как перейти Вот от копирующего Создания Да К создающему К создающему И получается Это большой путь На самом деле Я когда Оглядываюсь На свою жизнь Я понимаю Что Те вещи О которых мы говорим Сейчас Вот смотрит человек Ему хочется Точно так же Он максимум Что может Может вырвать кусок Даже если он Очень сильно постарается Прочтет книги Что-то дойдет Но большинство Не дойдет Учиться А где я денег возьму Там жаба уже Подключается Да Душит Где мне столько На обучение взять А интерес Интерес деньги Я хочу точно так же Чтобы побыстрее продать И получается Что Вот когда человек Вот Большинство людей Вот с этим Приходили И На таких людях И начинался Вначале Так вот Как из этого Перейти Действительно К восприятию Бога Это путь Не один год И получается Что здесь Человек И с экстрасенсорными Представлениями Ему придется Разобраться То есть Ему надо будет Осознать Что такое Экстрасенсорика Что такое Гипноз Как это все Проходит И Научиться Видеть Что И это объективно Гипноз И это гипноз И это И вот это гипноз И это ритуальная часть А это такая часть А это такая То есть У человека Уже есть На уровне ума Понимание Да Книги управления Восприятия Хорошо это описано Но в принципе Вот все эти Экстрасенсорные Штуки Включая Все выжимки Техник И так далее Очень классно Брать на наших Курсах Которые в записи Остались Вот эти Из объективного Восприятия Развитие Экстрасенсорной Чувствительности Там Несколько Там Контакты Ченнелин Контакты На бессознательном Уровне Вот эти программы Там я не помню Их 4 или 5 Они были записаны Так и они Недорогие Там совсем Недорогие Они были записаны Именно как Переходные Для человека Чтобы у него Вообще Мозг не завернулся Когда он приходит В субъективное Да Когда человек Приходит Уже Подходит к субъективному Первый барьер Который встречается Это Ну так они же Медитируют Я же тоже Вот все Ом И я медитирую Вопрос Где твое сознание Когда у тебя Ом И получается Что вот этот вопрос Он зависает в воздухе Как же Оно же во мне Подожди А почему ты тогда В космосе Да Почему ты тогда Ом Почему ты тогда Ом И Вот этот вот Путь переломный Когда человек Начинает До человека Начинает доходить В чем разница Между медитацией И инфодайвингом Он ключевой На самом деле Именно эти вопросы Мы даем Пояснение Вот по патентам Когда мы сейчас занимаемся Потому что Человек Согласно Религиозным убеждениям Скопированным У него есть Только засыпание У него нет пробуждения У него есть Только день Который засыпается Закатом А восхода солнца У него уже нет Даже в представлениях То есть вариантов То что за закатом Может быть восход Вообще В подсознании Человека Нету Потому что Религия обрезала И потому что До трех лет Это из социума Не загружено Методом копирования Вот в чем Самый большой косяк А инфодайвинг Это про восход Это следующий восход На следующий день И получается Что Разница между Медитацией И инфодайвингом Или гипнозом И инфодайвингом Это закат А это восход И это совершенно Разные процессы В психике Они диаметрально Противоположные Это пассивный Парасомномбулизм И Следующий вопрос Который Так что Вы такие умные Все человечество До вас не дошло А вы дошли Ребята Человечество дошло Две тысячи лет назад До этого Вы же успели Это перебрать Переврать И растоптать И сделать Из восхода Закат Ну у вас Прекрасно Был прожит День в Две тысячи лет Может пора Снова К восходу Прийти И вот Когда до человека Начинает доходить Вот эта разница Тогда начинаются Уже более Серьезные тренировки И тогда человек Перестает путать Эмоции С ощущением Кстати я когда вижу Как психологи Путают эмоции И ощущения И все это Называют чувствами Я вообще охреневаю Я вообще сейчас охреневаю От психолога Это не профессиональная работа Эмоция Это выделительная система Это эмоции Ощущения Это ощущения А чувства Господа Это чувства Это разное Совсем разное А информация Через чувства Это информация Через чувства И это тоже разное И получается Что когда вот этим вещам Начинаешь человека учить Для него это Как открывать новый мир Вообще Новый день Ну да Так и есть Ну потому что На восходе Закладывается новый день Что заложил То ты будешь жить потом И поэтому Вот этот момент Переходной Для человека Сложен Но в то же самое время Блин Если бы Мне сказали Там в 20 лет Что есть возможность Вот это изучить И ты представляешь Ты можешь полностью Осознанно управлять Своей жизнью Я бы не ждала До 50 Я бы в этот паровоз Влетала пулей Потому что я осознаю Насколько кайфово Управлять каждым Своим днем Насколько кайфово Жить вот в этой гармонии В балансе И при этом Ты являешься Наблюдателем Пустышкой По отношению К тем сюжетам Которые вокруг тебя идут И где тебя нет Но в твоих сюжетах У тебя абсолютная гармония И ты создаешь И утром просыпаешься Так вот это подкачало Нет Это не мое Это убираем А мне стоит А сегодня делаем это Какая интересная жизнь И кайф Такой кайф Самое главное Как это сложно На самом деле Каждый день Вот так закладывать Это все Понимаешь Потому что мы Не то что не приучены Мы отучены И вообще Даже сюда Ногой не ходили Ногой не ходили Так я сейчас Я ловлю Каждое утро Перезакладывать Следующий день Это ж Вот просто Какие-то сюжеты Подчищаешь Какие-то разворачиваешь И вот эти вещи Иногда устаешь Иногда хочется Просто проснуться И все И просто жить А потом Как прилетает Какой-то чужой сценарий Ты так смотришь Нет Не хочу просто жить Хочу сама А смотри О чем это Лень не развивается Лень Не развивается Лень тогда Когда ты Вот смотри Этап сейчас Как только прилетает Лень выключается сразу А ведь хочется включить Да А вот я хотела сказать Что А если не прилетает То ты тогда Просто будешь Вот просто Знаешь Вот это вот Ом Утром Да И засыпаешь опять А вот если Но это главное Да Ловить Во-первых А так ты видишь О нет Я уже научился По-другому жить И если чужой сюжет Прилетел О нет Спасибо У меня свое И самое главное Что ты потом Уже учишься Замечать Как они чередой Прилетают Если ты Открыл возможность Одному Влететь Как раз Раз Они добавили Паровозиком И говорят И меня возьми К себе И меня к себе И меня к себе Мы все хотим Вот прожить И проиграть Вот прям Так заметно Прям наблюдаешь Вот опять И ты действительно Будешь наблюдать В жизни Именно вот это Но самое интересное Что ты из наблюдения Говоришь Вот это пускаем Вот это Зачищаем Убираем Это не пускаем Да Здесь допустим Но здесь интересно Да Можно Там Еще Пообщаться А смотри Это возможно Только в одном случае Реальное управление Возможно Только в одном случае Без вариантов Только когда У тебя есть интерес Которым ты занимаешься С утра до вечера Потому что Если у тебя Хотя бы на момент Отключается Твой личный интерес Личный интерес То что тебе Становится интересно О, интересно Как Маня А как Ваня А как Петя Сразу А там уже вероятность А там чужой интерес И там вероятность Уже запутаться Ты уже начинаешь И пошел Все Как в сети Да И тогда Когда неинтересно Ой, звонит Там какой-нибудь Вася Попкин Ой, так мне С Васей Попкиным Общаться или нет Ну, интересно Зачем Вася Попкин Звонит Интересно Все Пошла игра Предложение поступило Ты вошел в игру Все Для Васи В Васину игру вошел А если у тебя Есть своя игра То даже Если Ты взял трубку И поговорил с Васей Васина игра Осталась с Васей Твоя осталась Вот оно Вот это Осознанное управление Возможно Только из интереса Собственного Личного А заметь Мы сейчас говорим Собственный личный интерес И тут же люди Эгоисты Эгоистки Они только Они только о себе Думают А как же Гибнут Дети Африки А как же А как же Как им кверху Эта опция Есть в мозге Абсолютно Каждого человека И человек Либо развивается Либо не развивается И здесь нету Более развитых Или менее развитых В этой игре Все равны Абсолютно Все пришли богами Но каждый выбирает Кто-то выбрал Лежать А кто-то выбрал Бежать А кто-то выбрал Управлять Своей жизнью Это выбор Человек Просто человек Этого не осознает На определенной Стадии развития А может осознавать И опять-таки Управлять Своей жизнью Это не из состояния Нагрузки Надо А из состояния Кайфа Вот именно Игры На эту тему Вчера попалась Заметка Перечень Этих Изобретателей Кто что Изобрел И во сколько Умер Открытие Изобретение Кто там Проповедовал Фитнес Умер в 55 лет Кто там Бег Трусцой В 56 Кто там Когда И потом Кто там Этот вот Опиум В 106 лет Создал Или что там Придумал Придумал Кто там Собак Кто там Я уже не помню Но суть в том Что те кто Выдавал Здоровый образ жизни Через напряжение Я буду много делать И много заниматься Я убегу От болезни От смерти Убегу Убегу Я поборюсь Я поборюсь Он устал И ресурс Закончился Все умер Потому что он Сразу себя Ограничил Напряжением Борьбой За здоровье А те кто Не напрягался Расслаблялись Да Но опять таки Это стремную фразу Ты сейчас говоришь Нет Я сейчас Не про опиум Я сейчас Для народа Я сейчас говорю Про то что Человек жил В расслаблении В кайфе Он просто тащился Да И для него Это открытие Большой роли Не сыграло Просто он тащился От кайфа Расслаблен Расслаблен Он и прожил долго Потому что у него Не было напряжения Хочешь жить долго Не напрягайся И тащись В интерес А тот кто Воспользовался Его кайфом Пошло во вред сразу Вот оно Опиум пошел во вред Да Потому что это был Его кайф Да Это был его Его сознание было От его изучения Даже уверена Что человек только изучал его Да Потому что он тащился От процесса От процесса От самого процесса, да. Вот оно, разница. Разница. Человек должен тащиться от процесса, у него должен быть интерес от жизни. Именно интерес от жизни. Да. И тогда все. Все открывается, все возможно, все доступно. Да. Субтитры сделал DimaTorzok